МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На национальном телевидении Чуваши начинается программа Аккелбуксер. Чтобы разгадать тайну этого слова, надо прочитать его с данным вперед, и тогда все станет ясно. Итак, о детских новостях в нашей республике вам готовы рассказать Данила и Никита Васильевы. А помогать нам будут юные корреспонденты. Сегодня в выпуске определяем лучших токарей, повторяем правила дорожного движения, сочиняем стихи и выясняем, какие звуки не нравятся людям. Ну что, ребята, с праздником! С каким? Сейчас посмотрим. Люди придумали так много праздников. Хоть каждый день празднуем. Открываем календарь праздников и читаем. 13 ноября – Всемирный день доброты. 14 ноября – Международный день логопеда. 15 ноября – День молочных коктейлей. 16 ноября – Международный день отказа от курения. 17 ноября – День черной кошки. 18 ноября – День рождения Микки Мауса. В общем, продолжать можно до самого Нового года. Но раз сегодня – Всемирный день доброты, сделаем доброе дело. Напомню всем ребятам правила дорожного движения. Весь ноябрь по четвергам полицейские герои любимых мультфильмов будут помогать чебоксарцам правильно переходить дорогу. Так, возле 47-й школы мальчишек и девчонок ждали миньоны. Место – не случайное. Эгерский бульвар считается одним из самых аварийных. По статистике, за 10 месяцев 2017 года на автодорогу города Чебоксары было зарегистрировано 184 наездных пешеходов. Мы хотим довести до людей, что при переходе проезжей части они всегда должны смотреть по сторонам. Не всегда пешеход может безопасно перейти по пешеходным переходам. Водители бывают разные. Бывают водители, которые не останавливаются, не пропускают пешеходов. Поэтому, если видите, едет он на большой скорости, не спешите переходить. Пусть он проедет, только после этого начнем переход. Если зеленое начинает мигать, можно ли начинать переход? Нет. Не стоит забывать и о фликерах, световозвращателях. Они делают нас на дороге заметнее и должны быть даже у миньонов. Кто бы мог подумать, что эти вредные герои могут оберегать детей. Даже меня через дорогу перевели. Дорогу надо не только видеть, но и слышать. Разговор по телефону, использование плеера создают угрозы для жизни. Даже капюшон нужно снять. Вроде такое простое дело – переход дороги. А так много правил. Девочки, а что вы сегодня узнали нового? Мы узнали, что нельзя держаться за реки, когда переходишь дорогу. Потому что один может быстро побежать, и второй может упасть. И поэтому может случиться авария. А в вашем мультстране соблюдают правила дорожного движения? Но теперь-то вы сегодня узнали их? А вы их будете соблюдать? В этот четверг, 16 ноября, миньоны и подарки от детского радио будут ждать вас на проспекте трактора строителей. На остановке 56-я школа. Настя Фандеркина, Сергей Адушкин, Акилбупсер. Сегодня еще один праздник. День начала второй четверти. Нет, Данила, ты что-то путаешь. Вторая четверть еще неделю назад началась. Ну, это смотря на кого. Есть у Баксана школа, которая занимается по своему особому режиму. Наш корреспондент Артем Толстов учится именно там. Все отдыхают, а мы учимся. Все учатся, а мы отдыхаем. Мы – это ученики 35-й школы. С этого года у нас нет четвертей. У нас триместр. А это значит, что учебный год разделен не на 4, а на 6 частей. Две части – это один триместр. Таким образом, в год мы получаем три итоговые оценки. А почему наша школа пришла на новую систему обучения? Ну, это прежде всего связано с тем, чтобы облегчить вам обучение. Если по традиционной системе обучения третий четверть очень длинная, выпадает на самый холодный период погоды. И у психологов есть даже такой термин – синдром третьей четверти, который говорит о том, что в этот момент ученики очень устают на уроках. У них внимание ослабляется, и учиться им становится тяжелее. А вот триместры помогают ученику вовремя получить небольшое облегчение, поскольку каникул, кажется, больше, но они короче. И поэтому учебный промежуток располагается равномерно. Скажу честно, учиться так нам понравилось. Вы бы тоже мигом полюбили дополнительный каникул. Я считаю, что в триместровой системе есть много преимуществ, особенно для 11-х классов. Впереди важны экзамены, и каникулы позволяют нам заняться самоподготовкой. Также, если ты упустил что-то на уроках, в каникулы можно подогнать это, и придя уже на учебу, можно получить лучшие оценки. И также успеваешь соскучиться по школе за время каникул. Да, мне это очень нравится, потому что во всех других школах 4 раза каникулы, а в нашей школе 6. Это нравится всем детям. Минус от такой системы обучения тоже нашелся. У меня есть подруга Алина, она учится в 38-й школе. И когда у нас в нашей школе, когда были каникулы, они в их школе учились. И мне было очень неприятно, что у них нет каникул, и потому что мы с ней очень хорошо играли в садике. И мы очень любим играть и сейчас. А вот в каникулы она учится, а я гуляю. Мы за все каникулы встретились только один раз. А все остальные дни она проучилась в школе и делала дома уроки. И не смогла выйти со мной погулять. 35-я школа пока единственная в городе, которая выбрала не четверти, а триместеры. Но я уверен, скоро и другие учебные заведения подхватят эту идею. Артем Толстов, Сергей Адушкин, Атилы Бупсер. Ты все от календаря оторваться не можешь. Да я тут такой праздник нашел. Приближается Всемирный день ребенка. Его отмечают 20 ноября. Так что, ребята, с праздником. Я желаю нам всем побольше хороших оценок и вкусняшек. И чтобы родители никогда не доставали ремень. Ну а если и доставали, то только без пряжки. Ремень без пряжки – это пояс. Точно. И он должен быть у каждого ребенка. Вот у пятиклассников 61-й школы есть свои особые защитные пояса. Они их сами сплели. Тухья и Хушпу. Все жители нашей республики знают, что так называются головные уборы нашего очень красивого чувашского наряда. А вот про такой элемент одежды, как пояс, многие забывают. А ведь плетеные пояса сопровождали человека с древних времен. Они завязывались поверх одежды и были обязательным элементом и для женщин, и для мужчин. Узнать чувашские обычаи и сплести пояс своими руками удалось ученикам 61-й школы. Сначала мы выбрали нитки трех разных цветов. Почему три цвета нам нужно? Потому что цифра три означает три единства мира. Помните у чувашей? Пулна, пур, пулат, пар. Как переводится полна, пур, пулат, пар? Были, есть и будем. Правильно. Признаюсь честно, отмерить нужное количество ниток и не запутаться в них было очень непросто. Костя, скажи, мужское ли это дело плести пояса? Или это только для девочек? Я считаю, что это дело и для девочек, и для мальчиков. Это показывает твой навык, то, что у тебя там умелые руки, то, что ты много чего умеешь. Привет, Настя. Скажи, тебе нравится этот урок? Да, очень. Я узнала тут очень много нового. Например, то, что девочки в старину завязывали свои пояса только с левой стороны, так как у них было развито левое полушарие, можно сказать, чаще за чувство. А у мальчишек с правой, так как у них развито правое полушарие, которое отвечает за логику. Этот мастер-класс можно назвать и уроком, и экскурсией, и даже концертом. Мне кажется, что в Чувашской республике очень много разных интересных обычаев и традиций, и знать эти обычаи и традиции очень полезно для будущих успешных людей, чтобы гордиться своей республикой. Сплетенный пояс мы забрали домой на долгую память и для защиты от всех неприятностей. Валерий Титарчук, Александр Петров, Акилвуфсер. Никита, это уже перебор. Убери телефон. Ты не поверишь. Сейчас угадаю. Приближается великий праздник. Точно. Всемирный день телевидения 21 ноября. Мы заранее поздравляем всех тех, кто любит смотреть телевизор. И, конечно же, наших коллег. Журналистов, операторов и режиссеров, которые делают самые интересные программы. Мы прекрасно знаем, как манит телевидение людей. Как много мальчишек и девчонок хотят попасть на экран. И это реально. Мы ведь прошли кастинг. Тем более в наше время учиться журналистике можно с детства. Передаем слово нашему корреспонденту Марии Федоровой. Она представляла Чувашу Международной Академии по журналистике в Австрии и готова рассказать о своих приключениях. International Kids Media House, а по-русски Международный детский медиадом, место, где собираются юные журналисты со всего мира. Хорошая возможность освоить иностранные языки и, конечно, многому научиться. Предметы в Академии необычные. Фото и видеосъемка, анимация, монтаж и, конечно, журналистика. На творчество нас вдохновляли знаменитые люди. Австрийская актриса и телеведущая Сабина Петцел рассказала о том, как начинала свой путь звезды. Если ты сыграл в хорошем фильме, это еще не означает, что ты популярный. И если ты получил Оскар, это не означает, что ты богатый. А это Кристина Инхофф, спортивный комментатор. Она выбрала эту профессию, потому что с детства увлекается спортом. Откуда вы берете вдохновение для того, чтобы продолжать работать и стремиться к лучшему? У меня еще не было такого, чтобы пропадало вдохновение. Но когда устаю, я читаю книгу. Одна из задач Академии – съемка клипа на песне «Немного мира». Певица Николь. В далеком 1982 году она выиграла с ней Евровидение. Когда Николь исполняла композицию первый раз, в мире была холодная война. И зрители очень ее поддерживали. Все хотели мира. К сожалению, и сейчас песня не потеряла актуальность. Участники Академии очень старались. Мы хотели подарить песне «Новое дыхание». И вот что получилось. В Академии проходила талант-шоу. Я принимала участие. Рассказала о чебоксарах, прочитала балладу о матери. И получила приз зрительских симпатий. Каждого, кто приехал сюда, можно назвать звездочкой. Я запомню эту поездку на всю жизнь. Оказывается, здорово иметь друзей в разных странах. Академия научила меня быть собой, творить и достигать целей. Мария Федорова, Аккелбупсер. Так, где мой чудо-календарь? Данила, да тут чем дальше, тем глобальнее. 26 ноября – День матери. Да-да, последний воскресенье ноября. Поэтому начинайте готовить подарки и сочинять поздравления. Не зря в Национальной библиотеке провели поэтический конкурс. У каждого из нас есть два крыла. Мальчишки и девчонки читали на нем стихи о своих любимых родителях. Причем собственного сочинения. Согласитесь, подарить маме стихотворение – это очень круто. Что сложнее – сочинить стихотворение или красиво рассказать его? Участники поэтического конкурса должны уметь и то, и другое. А еще забыть о волнении. Ну, я пошел. Край наш Чуварский зеленый. На поля раскидной и задорной. Жюри конкурса – члены Российского Союза писателей. На сцене ученики чебоксарских и новочебоксарских школ. Я заметил, что аж пять юных поэтесс учатся в 46-й гимназии. Для того, чтобы писать стихи, нужно, во-первых, много читать, быть начитанным человеком. Если что-то не получается, не стесняться просить помощи у взрослых, много тренироваться. Мы часто собираемся с подружками и придумываем смешные стихи. Со стороны кажется, что мы дурачимся, но это тоже полезно. Чтобы научиться писать стихи, надо тренироваться. И смешные стишки тоже полезны для этого. Восьмиклассницу Лиру Васильеву на написание нового стихотворения вдохновило название конкурса. У каждого из нас есть два крыла. Отец и мать, бесценных два крыла. Родители желают нам добра и счастья в жизни. Должны мы твердо знать, что будет наша жизнь тогда светла, когда скрывать мы станем все свои капризы. Отец и мать, прекрасных два крыла. И как печушки крылья помогают по небесам летать, так издавна традиция пошла. Детей родители по жизни направляют. Вот слушаешь такие стихи и понимаешь, что без мамы и папы никуда, а не вся наша жизнь. Лира стала призером конкурса, но ее опередила одноклассница Арина, которая сочиняет стихи с пяти лет. Разные бывают случаи. Иногда, вот бывает, да, в троллейбусе сидишь, возникает такая в голове рифма, и ты думаешь, как бы ее обработать. А иногда садишься за тетрадь и думаешь, как бы обработать стихотворение свое. Вот стараешься и думаешь, и создаешь. В жизни такие моменты бывают, что хочется плакать, рвать и метать. Люди на небо взглянуть забывают, на небе звезда, имя ей мать. В жизни такие моменты бывают, как в капкан угодил, а в мыслях конец. И мысль вот эта звук заглушает, твердый, но мягкий, ему имя отец. Ну а я занял на конкурсе второе место. Арсений Музуров, Соня Родионова, Сергей Адушкин, Акел Бупсер. АПЛОДИСМЕНТЫ Слушай, да у меня вдохновение. В космос хотел полететь Даниил, вместо еды взял с тобой пластилин. Очень смешно, особенно для тех, кто в детский сад ходит. Тебе лишь бы покритиковать, сам бы сначала что-нибудь подобное сочинил. Да без проблем. В космос хотел полететь Никитос, а вместо шлема надел пылесос. Один-один. Без комментариев. Дава лучше следующий сюжет объявлять. Пусть все узнают о людях, которые своими руками делают детали для космического корабля или трактора. Кто-то любит работать с головой, а кто-то руками. В мире существует множество рабочих профессий, и среди них токарь. Эти люди могут вытащить на станках любые детали, даже для машин. Танки подвластны лишь ему. Один может быть много, если все делать по уму, мастера ему дорога. Вот так в машиностроительном техникуме, где учатся будущие токаря, начался конкурс профессионального мастерства. Это как олимпиада, которая помогает определить, кто лучший. Участвуют 10 команд. В составе доставник, рабочий завода «Промтрактор» и студент техникума. На глазах жюри надо изготовить из металлической заготовки деталь для трактора, строго по чертежу, и в установленное время. Сколько нужно работать за станком, чтобы стать профессионалом и выточить, например, колесо для машины? Чтобы выточить колесо для машины, нужно много времени и учиться всю жизнь. Вот я пришел на завод уже 35 лет, работаю. Ну, научился, могу сделать колесо и все, что дадут. Лев Михайлович, вот говорят, что на врача, учителя, журналиста идут работать по зову сердца. Ваш техникум тоже приходит по призванию? Кто ваши студенты? Это те студенты, которые любят технику, любят станки, машины, ремонтировать, разбирать. И поэтому, естественно, основная масса, они по призванию. Рабочие профессии давно стали престижными и хорошо оплачиваемыми. Лучших студентов техникума уже ждут на заводе промтрактор. Именно Сергей Анатольевич занял на конкурсе первое место. И мы очень рады, что познакомились с супер-токарем. Саша Квастников, Руслан Черяпин, Данил Сергеев, Акилбуксер. Слушай, а где мой телефон? Пока ты стихи сочинял, я его спрятал. Тем более, нам сейчас не до телефона. Пора встречать нового гостя в рубрике «Круг дрожбы». Вместе с детской газетой «Танташ» мы рассказываем вам о ребятах разных национальностей, которые живут в Чувашии. И сегодня в нашей студии Аминат Магомедова, ученица 10-й школы. Привет, Аминат. Здравствуйте. Мы знаем, что твои родители приехали в Чувашию из Дагестана. А как называется твоя национальность? Мы андийцы. Это одна из наций в Дагестане. Дагестан – это многонациональная республика, которая имеет 102 народности, объединенные вместе. У каждой нации есть свои обычаи и костюмы. Вот мой андийский костюм. Он состоит из платья и штанов. Важно, чтобы они не облегали тело. Также надо, чтобы девочка носила носки или колготки, чтобы мимо проходящий мужчина не мог увидеть ее ноги. Маленькие девочки надевают шарф или платки, завязанные назад. А взрослые надевают платок вперед, завязывая все, чтобы не было видно ни волос и шеи. Мы уверены, у тебя много друзей, русских, Чуваш. Наверняка они удивлялись, когда ты делала что-то. Не как они. Можешь вспомнить ваши особые андийские обычаи. У нас очень соблюдается гостеприимство и уважение к старшим. Если ребенок не будет слушаться старших, то это будет большой позор для всей семьи. Мы сегодня убедились, что каждый день люди отмечают какой-нибудь праздник. Расскажи о ваших национальных праздниках. У нас есть два главных праздника. Это Ураза Байрам и Курбан Байрам. Ураза Байрам – это в честь того, что мы держали пост весь месяц. Также в этот праздник дети наряжаются в нарядные костюмы, идут по всему селу, заходят в дома, где открыты двери, и эти люди дают им гостинцы. А какие угощения на этих праздниках? На наших праздниках мы едим очень вкусные блюда. Есть блюдо чуду. Это тонкая лепешка с начинкой. Начинка бывает очень разная. В основном это творог. Также у нас есть хэнкал. Это как ваши пельмени, только в 2-3 раза больше. И в основном там начинка с бараниной. 30 ноября – Всемирный день домашних животных. А каких животных держат в Дагестане? У нас держат собак в качестве охранников. Также у нас держат лошадей, коров, кошек, всяких разных. Какая природа в Дагестане? Очень отличная. Там везде трава. Там также редко идет снег. Он зимой, его не бывает. Там всегда тепло. И также там есть горы, на которых можно полазать. Аминат, что означает твое имя? Мое имя означает «надежно», «верно». Также мне дали мое имя в честь мамы одного пророка. Как ты учишься и кем хочешь стать в будущем? Учусь я хорошо и планирую стать учителем английского. Знаю 4 языка. Русский, чувашский, английский и наш. А ты можешь нам что-нибудь сказать на своем родном языке? Спасибо, что заглянула к нам в гости. Наш круг дружбы становится все шире и шире. Пока. До свидания. Никита, перестань так делать. У меня сейчас уши в тонубочку свернутся. Ну ты же отобрал у меня телефон. И между прочим, это я тебя и зрителей к следующему сюжету готовлю. С ним что-то не так? Нет, он очень интересный. Соня Абукина решила собрать вместе все самые ужасные звуки. Ух, берегите зрители. Пенопласт и стекло. Вместе два этих предмета создают просто ужасный звук, который не нравится практически всем людям. Но есть и другие противные звуки, которые раздражают людей. Считается, что многим учителям не нравится звук щелкающей ручки. Проверим, так ли это. Наталья Анатольевна, как вы относитесь к этому звуку? Этот звук щелкающей ручки. Если он на уроке звучит один или два раза, его можно не заметить. Но если он повторяется много раз, то и учителя, я думаю, что и ребятам он будет мешать во время работы. А какие звуки вам еще не нравятся? Вот, например, когда ребята сидят в столовой во время обеда и начинают чавкать, то этот звук, он раздражает, наверное, и тех, кто сидит рядышком за столом. Ребята, а вам какие звуки не нравятся? Мне нравятся звуки, когда неожиданно падают вещи спать. Такой грохот получается. Мне не нравится, когда вилкой или ложкой скребу по посуде. Мне очень не нравится, когда во время урока скрипят стулья. Жуть! Конечно, это только не весь список ужасных звуков. Добавим к нему плач младенца. Долгий плач, когда даже мама не знает, из-за чего малыш надрывается. От такого звука у кого угодно паника начнется. Звук дрели. Он так мешает делать уроки. Звук мощного свистка на чайнике. Это самый раздражающий свист на всем белом свете. Но почему? Главный специалист по нашим ушам – это, конечно, лор-врач. У него и спросим. Нина Ивановна, скажите, почему некоторые звуки раздражают людей? Ой, это все индивидуально. Повторяющие звуки навязывают на нас некоторый ритм, который может быть неприемлем. И возникает раздражение. Естественный звук для нас – это тишина. Находиться в ней приятно. А сильный звук выбрасывает из стабильного состояния. И вот если резкие звуки раздражают, необходимо обратиться к врачу. Ну и напоследок. Я хочу извиниться, если смотреть, а точнее слушать мой сюжет. Вам было не слишком приятно. Соня Абукина, Игорь Зверев, Агилбупсер. На сегодня это все. Пишите, звоните, предлагайте новости. Мы с удовольствием снимем сюжет о вашем новом достижении, интересной выставке или школьном концерте. Любой вывоз программы Агилбупсер вы можете посмотреть на сайте ntrk21.ru или в нашей группе ВКонтакте. Всем хороших новостей. До свидания. Вот-вот наступит самый волшебный праздник. Новый год. Журнал Деткиц приготовил для всех сюрприз. Дорогой Дедушка Мороз, я так хочу попасть в настоящую сказку и на бал. Ах, чудеса! Новогоднее волшебство начинается. Мы приглашаем тебя на детский раунд Тайна Снежного Королевства. 23 и 24 декабря в 13 часов. Сказочное представление, подарки и фуршет. Мастер-классы и зимние чудеса ждут тебя. Бронебилетов по телефону 211-711. Новогоднее волшебство начинается. Ноль плюс. Пайка! 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова